Мур, привет друг, это Зверько. Очень часто под видео спрашивают, как контрить того или иного героя. Окей, это новая рубрика, заставим их плакать, где я буду рассказывать и порой показывать, как контрить героев. Если вам мои тигринные котики, эта рубрика зайдет, буду вести ее дальше. Возьмем пока парочку сильно отличающихся по игровой тактике персонажей, и первый у нас будет Аргус. Чтобы понимать героя, нужно знать навыки. Первый навык – Когти, которые стопорят цель и притягивают Аргуса. А с недавним обновлением анимация не мешает Аргусу использовать его ульту в процессе такого скачка. Второе нажатие навыка позволяет Падшему Ангелу сделать короткий прыжок. Второй навык – Пронзание. Мало того, что навык наносит хороший урон, так еще и цель начинает истекать кровью во время бега, оставляя за собой кровавую полосу, по которой Аргус бежит быстрее, что позволяет догнать цель. Ну и знаменитая ульта снимает эффекты контроля с Аргуса и делает его неуязвимым на 5 секунд. Нанесенный им урон исцелит Аргуса после завершения ульты. Естественно, все знают, ну кто хоть чуть-чуть опытен, что во время действия ульты лучше отбежать от Аргуса и не позволить ему исцелиться. Точнее, я уверен, что мои подписчики точно знают. Поэтому перейдем к другим уловкам. Самый большой страх Аргуса – это контроль. Хватает двух навыков разных героев, чтобы кинуть стан в Аргуса, когда он применит ульту. Главное что? Главное не кинуть его одновременно. Поэтому, играя с другом, используя голосовую связь – очень помогает. Очень часто Аргус-мейнеры бросаются под башню со целью прикончить тебя. Не паникуй. Тут тоже есть слабость ульты. ХП с Аргуса башня будет снимать до одной бессмертной единички. А с каждым выстрелом башни, ее урон увеличивается. И очень вероятно. Если Аргус подлетел под башню с первым навыком, он может не успеть выскочить из-под нее, когда окончится ульта. Я сам кучу раз так дох и продолжаю это почему-то делать. Что тебе нужно делать, когда запрыгивает Аргус? Используй вспышку или спринт до того, как он применит второй навык. Отзойнся от него так, чтобы он не ткнул тебя вторым навыком. А если и ткнул, у тебя должен быть запас ХП. Вторая твоя задача – оставаться под вышкой. Но не давать ему атаковать тебя в ближнем бою. Можно бегать вокруг столба башни, вынуждая его как можно дольше оставаться под огнем. Еще одна большая слабость героя – это низкий урон. Поэтому на старте игры бойцы линии опыта, у которых есть хороший стартовый запас здоровья, вроде Маши, Тамуза, Бальмонда, могут его зонить, вынуждая Аргуса терять опыт и фарм. Как это делается? Атакуешь Аргуса, вынуждая отойти от миньонов. И находишься между ним и миньонами, чтобы он и монетки с помирающих миньонов не зарабатывал. Ах да. Позволь миньонам самим разбираться, чтобы твои миньоны не подходили близко к Аргусу. Если очень-очень хочется голды, то можешь наносить последний удар по почти дохлому миньону. Аргус, отстающий по фарму, практически бесполезен. Если вдруг у твоего героя нет толкового оглушения или другого навыка контроля, зонься. Убегай от Аргуса, когда тот уже использовал свой первый навык. Как я уже говорил, Аргусу приходится находиться близко к цели, чтобы наносить существенный урон. И коса коррозии, которую он может взять, тоже будет действовать только вблизи. Поэтому, перемещаясь, ты не позволишь ему наносить кучу урона. Несколько примеров. Стрелками отпрыгиваешь и отстреливаешься. В этом ключе удобно использовать Клауда с его прыжками. Ван-Ван по той же причине. Мелиссу с ее зонящей ультой. Из магов легко зонятся Кагура, Лилия, Кадита. Многие убийцы способны наносить урон перемещаясь. Например, Фанни, Линг, Хаяба, Бенедетта. А Наталья так вообще своим дымом отключает возможности автоатака Аргуса. Бойцы и танки и так обвешаны броней, которая уменьшает урон Аргуса. Один на один Аргус, конечно, опасен. Но командная игра его легко ломает. Раздамаживайте Аргуса вдвоем. И когда он активирует ульту, смотрите, что он будет делать. Прет к вам, отступаете. Но недалеко. А если он даст деру, то можно догнать и прибить по завершению ульты Бессмертия. Главное, не дать ему набить себе ХП во время действия ульты. В общем, зная навыки и принцип действия ульты, легко переиграть Аргуса. Теперь про более популярного героя Бальмонда. Также коротко по навыкам. Пассивка исцеляет Бальмонда на 5%, когда он убивает миньонов. Что делает его очень живучим в ранней игре. А также Бальмонд получает 20% исцеления, когда убивает героев. Первый навык – это рывок. Если он попадает в героя, то противника немного отбрасывает и замедляет. Этот эффект отталкивания может прервать некоторые навыки. Второй навык. Это основной источник урона. Притом, урон наносится по хорошей такой площади. Прям как у двуручного меча. Но этот навык можно прервать подбрасыванием, замораживанием, подавлением, трансформацией. А в нашей игре довольно много героев подбрасывают в воздух. Также есть страшная ульта. Страшная в руках адекватного игрока. Ульта – это добивание. Потому что урон возрастает не только от физической атаки Бальмонда, но также от потерянных ЭП целей, попавшей под ульту. Вдобавок урон чистый, то есть игнорирует защиту. Почему я проговариваю навыки, которые и так всем известны? Потому что часто вижу их неправильное применение. Даже на миф ранге есть Бальмонды, которые бои начинают с применения ульты. Возможно это бущенки. Кстати, ульта еще отлично добивает не героев. В ней заложено от 1 до 2 тысяч урона по не героям. Что делает Бальмонда неплохим лесником, имеющим 2 возмездия практически. Поэтому Бальмонд может легко украсть лорда или черепаху. Поэтому я рекомендую сначала отогнать или убить Бальмонда и лишь потом забирать лорда и черепаху. В итоге Бальмонд весьма подвижен, может атаковать перемещаясь и у него болезненный ультимейт. Бальмонд весьма универсален, но как это часто бывает, он так называемый мастер ничего. Он может быть танком, но у него нет навыков контроля, столь необходимых для танка. Он может быть живучи в командном бою, но только если сам добивает врага и исцеляется. Он может наносить много урона, но собираясь в урон, он будет очень тонким и ему нужно зажимать врага вторым навыком. У навыков быстрое КД, но начальный урон довольно низок. Так что с ним делать? Если он прыгнет к тебе и начнет вращаться, одного твоего навыка прыжка будет достаточно, чтобы обесценить его труды. И его два основных навыка уйдут в перезарядку, как и его взрывной урон. Бальмонду, чтобы кого-то добить ультой, нужно сначала снизить здоровье. Конечно, Бальмонт может пойти в урон и быть очень дамажным, но тогда он будет очень тонким и его легко убивают маги и стрелки, атакуя издали. Если Бальмонт собирается в защиту, то становится зависим от урона команды, а в команде могут быть бараны, не умеющие в урон. Вдобавок, в поздней игре, где все уже выформили свои сборки, Бальмонт становится менее эффективен в уроне. Итак, для начала тебе нужно отслеживать, как собирается Бальмонт, чтобы знать, чего от него ожидать, больше урона или больше жира. Как я уже говорил, от второго нам нужно разрывать дистанцию, или ты можешь оглушить его, прервав вращение. Увидев Бальмонта, не сразу используй контроль, а дождись, когда он начнет вращаться, после чего у тебя будет время добить его или свалить к черту. Частая ошибка игроков – неосторожность, они подпускают Бальмонта к себе слишком близко, часто ловят контроль от союзника Бальмонта, и отхватив порцию урона, их сам Бальмонт добивает ультой. Поэтому профильные игроки на Бальмонте ждут, пока ты используешь свои навыки перемещения, и после этого переходят в атаку, потому что жертва уже не может убежать от него. Чтобы предотвратить подобное, оставляй в запасе хотя бы вспышку, чтобы вовремя избежать атаки Бальмонта. Также, пока Бальмонт ошивается рядом, а ты бьешь черепаху или лорда, лучше отложить эту затею и напинать наглому Бальмонту, чтобы он не состилил твою добычу. Подводя итог, не позволяй Бальмонту приближаться к тебе, по возможности прерывай его второй навык. Герои без прыжка или оглушения очень уязвимы против Бальмонта. И будь внимателен, забирая лорда и черепаху. И последнее, мои тигреные котики. Если вам эта рубрика понравилась и вы хотите продолжения, проявите активность, репостните видео или покажите друзьям, лайки, комменты и подписка тоже приветствуются. И на этом все, скоро увидимся, пока-пока.